Все давно устали от заголовков «Китайцы выпустили убийцу Теслы». Однако новейший седан ET5 от марки NIO действительно имеет серьёзные шансы потеснить детища Илона Маска. Ведь жителям Поднебесной продукция NIO пришлась по вкусу. Новинка заметно крупнее Tesla Model 3, но выделяется эффектным дизайном, а также крутым аккумулятором на 150 кВт-часов. С такой батареей машине по силам отмахать тысячу километров без подзарядки. Впрочем, на старте продаж доступны лишь более скромные варианты на 75 и 100 кВт-часов. А вот силовая установка – одна, двухмоторная, с пиковой отдачей двигателей на уровне 490 сил. Стандартное исполнение стоит 50 тысяч долларов, то есть на 10 тысяч дороже Теслы, но скинуть те самые 10 тысяч поможет аренда аккумулятора. Тогда владелец электромобиля будет каждый месяц оплачивать пользование батареей. Следующая новость из разряда любопытных, но практически бесполезных для нас фактов. Китай подвели итоги национальной премии «Автомобиль года». Уже второй год подряд жюри, в которое кроме местных экспертов также приглашены автомобильные журналисты из других стран, не могут выбрать одну машину и присуждают победу двум моделям. Первой такой моделью оказался электрический кроссовер от молодой китайской марки Hi-Fi. В её названии Hi – это приветствие, а Fi намекает на золотое сочетание посредством греческой буквы FI, ставшей логотипом бренда. В свою очередь, за получившая престижный титул модель X – это огромный, длиной сильно больше 5 метров, чистый электрический кросс-вэн, оснащённый двумя 300-сильными электромоторами. Дорогая хай-течная модель хочет быть необычной буквально во всём. Скажем, на передней панели нашлось место сразу трем дисплеям на 15, 17 и 20 дюймов. Плюс производитель внедрил продвинутый автопилот и ёмкий аккумулятор. Второй победитель – абсолютный антипод первому. Это бюджетник Gag Tramp-Chi Impau. Притом бюджетный не значит убогий. Образ стильного седана наполнен спортом, а потому целевой аудиторией назначена молодёжь. К слову, для пущего эффекта китайцы сразу подготовили заряженный вариант с другим внешним обвесом, контрастным декором кузова и большими колёсами. Под капотом скрывается полуторалитровый турбомотор, которого хватает на разгон до сотни за 7 секунд. Пару движку полагается только семиступенчатый преселективный робот, но привод строго передний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова